Ростов не Челси с южанами можно и в ничью. Лишь один балл заработали футболисты Рубина в домашней встрече 24-го тура чемпионата России. Несмотря на то, что ростовчане во второй половине турнирной таблицы, а казанцы напротив в квартете сильнейших, именно гости заслуживали победы. Еще в первом тайме, не будь на воротах татарстанцев, Сергея Рыжикова, подопечные Мядрага Божевича, вели бы минимум в два мяча. В защите Рубиновой допускали детские ошибки. Если игру Маркана понять еще можно, испанец-герой вышел на поле. Несмотря на трагедию в семье, случившуюся накануне матча, то вот осечки в оборонительных редутах Сесара Наваса оправдать непросто. Именно неточная передача четвертого номера позволила Ростову счет открыть. Ошибкой сполна воспользовался Полос. Отыграться хозяевам удалось лишь на 79-й минуте. Дидюн скинул мяч на Карадениза, который очень красивый, что главное, точный. За пределы в штрафной послал мяч в сетку ворот Плитикосы. Больше отличиться ни одной из команд не удалось. 1-1. Волейболисты «Зенита» напротив. Своих болельщиков радуют регулярно. Накануне «Гладиаторы» одержали вторую подряд победу в 1-4 финала российской суперлиги. В Казани кемеровский «Кузбасс» за два противостояния не выиграл у коллектива Владимира Олегна ни одной партии. И если в субботу северяне еще навязали борьбу действующим чемпионам, то вот в последний день недели подопечные Дениса Матусевича решили отдохнуть. Дважды 25-15 и 25-18. Теперь серия переезжает в Кемерово. И для завоевания путевки в полуфинал «Зениту» необходима только одна победа. Если «Кузбассу» удастся совершить чудо, то решающий пятый поединок состоится 21 апреля в Казани. К сожалению, для нас матч сложился так же неудачно, как вчера. Команда Казани показывает очень высокий уровень игры. У нас, к сожалению, ничего сегодня не получилось. Будем готовиться к домашнему матчу. Непонятно, почему сбавили обороты игроки «Кузбасса». Это было видно, мировым главным, начиная с первой партии. Ну и помножено еще на то, что все выполнили игроки наши, зенитовские. В общем-то и блок хорошо сработал, и подача. Сегодня наконец-то увидели, что первым темпом можем много играть. Девушки же из «Динамо» путевку в полуфинал уже завоевали. Для выхода в этот раунд женской суперлиги казанским волейболисткам достаточно было всего двух побед над Тюменью. Решающая была одержана вчера на площадке «Северянок». А они, как и обещали в столице Татарстана, дали бой гамовые компании 26-28, 18-25 и 25-27. Соперник же девушек Решат и Гелезудинова в борьбе за выход в решающие игры чемпионата определится 17 апреля в противостоянии «Амичке» и «Краснодарского Динамо». А вот баскетболисты «Уникса» проиграли. В «Люберцах» триумфа удалось взять реванш у студентов за неуд в Казани 79-72. Лучшим победителем с 23 очками стал американец Стивен Майки. У билозеленых же неудержим был капитан Петр Самойленко, набравший 18 баллов. Субтитры создавал DimaTorzok